Не, 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 не так Если при этих звуках вы не выскакиваете из дома в кроссовках То вы наверное пропустили один из самых замечательных фильмов в истории кинематографа Эта музыка имеет для меня идеологическое значение Как гимн является обязательной частью бегового сборника В мою жизнь бег вошел не так, скорее как у Фореста Гампа Причем не в первой части фильма про его молодость А там где он бежал долго, далеко и for no particular reason На самом деле конечно причина у него была И такая причина была и у меня тоже В общем с тех пор бег вошел в мою жизнь прочно Уже больше 10 лет 3-4 часа в неделю я провожу на бегу Но речь сегодня не об этом Один мой коллега, который бегает в всякие супермарафоны Там по 100 километров, а иногда и больше Давно меня подзуживал пойти на какое-нибудь беговое событие На которых он бывает регулярно И по странной причине я в общем то ли стеснялся То ли не хотел этого делать очень долго Но наконец решил попробовать И случилось это в прошлом году Только что закончился летний беговой сезон И 15 октября он ознаменовался событием Про которые я хочу рассказать отдельно Среди всех беговых событий выделяется серия Которая называется «Бегом по золотому кольцу» Именно про нее я хочу сегодня рассказать В честь того, что 15 октября прошел завершающий этап Он состоялся в Москве В этом году это было 10 городов Если вы никогда раньше не участвовали в беговых событиях То это серия, с которой я рекомендую начать в следующем году Потому что по организации она самая лучшая Из всего, где мне доводилось побывать за два года В некоторых событиях я участвовал и один В принципе это довольно неплохо Но в основном я хочу сфокусироваться на беговых событиях И конкретно на серии БЗК В том контексте, какие возможности они дают Для проектов с детьми Проектов, которые я про себя называю «Багира-лайт» Это попроще и подешевле, чем выехать на длительный отпуск Но тем не менее, довольно-таки интересно И позволяет совмещать и культурную программу, и спортивную Начали мы эти события вдвоем с сыном Постепенно к нам присоединились и родственники И родственники родственников, знакомые А теперь уже и одноклассники некоторых детей Кто-то, кто вообще никогда не бегал Пробежал у нас первые свои дистанции Сначала кто не бегал, вообще пробежал 300 метров Кто уже набегался 300 метров, пробежал 600 метров А кое-кто перешел с 600 метров на 3 километра А это уже первая взрослая дистанция Взрослые могут начать в этой серии бег только с 3 километров Я сам поднялся с десятки до полумарафона И надеюсь, что дело пойдет и дальше Это только небольшая часть наших медалей за сезон Все медали нашей сборной покрыли бы, наверное, большую часть этого стола И хоть медали и даются всем финишировавшим В зависимости от возраста, это часто вполне себе достижение Которое достойно того, чтобы отметить его и медалью, и гравировкой, и праздником Количество участников у нас иногда было такое, что мы уже не умещались в один седан Даже семиместный, так что приходилось брать в аренду микроавтобус В двух словах, как это обычно происходит Во-первых, нужно пойти в какой-нибудь медицинский центр И взять справку-допуск на соревнования Это важная часть Ей не стоит пренебрегать и вообще легкомысленно относиться к вопросам со здоровьем В нормальном медучреждении у вас возьмут как минимум кардиограмму Будет осмотр кардиолога и терапевта Вам должны дать справку, которая допускает вас до соревнования по бегу на определенной дистанции Пока такую справку вам не дали, лучше не регистрироваться на забег Потому что неизвестно, дадут ли вам ее Справку нужно отксерить, потому что оригинал действительно полгода Его хватает на весь сезон Если вы возьмете эту справку в конце апреля, то вам ее хватит до ноября То есть на все события серии С собой вы везете справку оригинал и ксерокопию Показываете и то, и то, ксерокопию оставляете Узоверение личности тоже нужно показывать Оригинал остается вам, можете использовать его на следующем беговом событии Затем нужно зарегистрироваться на сайте В каком-нибудь агрегаторе Где объявляют и занимаются регистрацией на забеге А также вывешивают результаты и фотографии Таких агрегаторов существует несколько известных Но для серии бегом по золотому кольцу Агрегатор называется Russia Running После заведения там учетной записи Вы сможете регистрироваться на события, которые там объявляются События нужно отловить заранее Потому что события бывают менее популярные и более популярные На более популярные число мест ограничено И кончаются они быстро Так что если хотите надежно зарегистрироваться Регистрироваться надо, скажем, за месяц И всю остальную логистику тоже спланировать надо заранее Как это происходило у нас, когда мы ездили в большом составе с детьми В зависимости от того, проходит ли забег в субботу или воскресенье Мы приезжаем накануне в любом случае Если забег в воскресенье, то приезжаем в субботу утром Соответственно, культурная программа проходит либо после забега уже, если это в субботу Либо перед забегом, если это воскресенье На сайтах типа НИТГАЙД можно найти частного экскурсовода Который готов вас будет и провести по любому выбранному вам маршруту Или проехать с вами на вашем транспорте Если хотите, можете нанять экскурсовода и с транспортом тоже Просто будет подороже В нашем случае дети по большей части воцерковленные Так что им есть что посмотреть всерьез в городах Золотого кольца Ну и те, кто далек от религии, просто неравнодушен к истории Во всех этих городах есть чем заняться, есть что посмотреть и не на один раз Гостиницы, особенно высокий туристический сезон, штука дефицитная Так что гостиницу надо бронировать заранее Тот же Букинг.ком, большое подспорье в этом деле Причем, что важно, гостиницу надо выбирать так, чтобы от нее можно было быстро пешком дойти до места старта Которое лучше посмотреть заранее Место старта публикуют на сайте самого события Почему это важно? Потому что в эти дни в городах происходит перекрытие движения И скорее всего весь центр будет более или менее заблокирован Чем меньше город, тем больше процент дорог в нем блокируется Причем часто даже местные об этом не знают и получают массу неудобств В этом году мы наблюдали огромные пробки свадебных лимузинов в Сергиевом посаде Которых, видимо, никто не удосужился оповестить заранее А если гостиница находится непосредственно в районе беговой трассы То машина, которую вы загнали на парковку, скорее всего не сможет выехать до окончания события А это, как правило, 16 часов дня Также нельзя оставлять машины вдоль беговой трассы Все оставленные машины ночью расчищают Как они это делают, я ни разу не видел Но факт тот, что лучше машины вдоль трассы не ставить Потому что их все убирают либо добровольно, либо принудительно эвакуаторами Гостиницы лучше сразу заказывать с поздним выездом Потому что к обычному чекауту вы, скорее всего, не освободитесь Завтрак тоже очень важен, он сильно облегчит вам жизнь Утро следующего дня, ко времени, которое, опять же, нужно подсмотреть на сайте Вам нужно пойти к месту старта и получить стартовый пакет Вы приходите с медицинскими справками и удостоверением личности Получаете пакетик, который содержит в себе номер, булавки, раздаточные материалы И, как правило, футболки, кроме детских По какой-то причине детям футболки выдают только на некоторых, очень небольшом количестве мероприятий Стоимость футболки, как правило, входит в стоимость регистрации А стоимость регистрации зависит от того, как задолго вы регистрировались на сайте И на какую дистанцию вы регистрировались Чем больше дистанции, тем дороже стоимость Всем финишировавшим полагается медаль, на которую можно за отдельную сумму нанести гравировку с результатом. Детям на финише дают подарочный пакет, в этом году это был такой пакет со сладостями от компании-спонсора, а взрослым бутылочку с водой и горячее питание для участников на дистанции 10 км и больше. Первыми бегут самые маленькие, 300 метров, потом 600 метров, потом 3 км, потом, как правило, вместе стартует 10 и 21. Примерно в 2 часа прибегает 21, в 3 часа завершается награждение и в 4 часа мероприятие закрывается. Атмосфера в таких мероприятиях очень необычная, это нужно попробовать, чтобы понять. Это весело, много народу, музыка, бег в большой толпе, это не то же самое, что пробежки в одиночестве, совершенно другая энергетика. Буквально есть и на людей посмотреть, и себя показать. Приятно бежать по центру города, когда специально для тебя перекрыты улицы. Город в един из таких точек, с которых в обычный день его увидеть нельзя. Дети, особенно начинающие, в полном восторге. Глаза горят, довольные от призов и медалей, и спрашивают, когда уже в следующий раз, хотим еще. Очень интересный взрослый контингент, интересно смотреть на людей. Видно, что молодость и здоровье не всегда соотносятся. Они, конечно, коррелируют, но не всегда. Гламурность и фитоняшность тоже не всегда коррелируют со здоровьем, в смысле выносливости. Какие есть колоритные дедушки в категории 70+, которые бегают быстрее иных молодых? Дистанцию нужно выбирать осторожно, город на город не приходится. Обязательно смотрите схему перепада высот, потому что в некоторых городах трассы ровные, а в некоторых очень-очень гористые. Например, если Ростов ровный, почти как бильярдный стол, то Тутаев, за Тутаевскую трассу, за пробег 20 километров, наверное, надо давать медаль как за марафон. Погода тоже имеет очень большое значение. Середина лета – это жара, и даже цвет футболки может иметь значение, я об этом позже скажу. А в холодное время, там, сентябрь, октябрь, наоборот, нужно надевать два слоя, даже специальные одежды. И иногда быть готовыми к дождю, а в этом году в Мышкине, например, и к Граду. С этого года на некоторых мероприятиях футболки почему-то стали двух цветов. С белым фоном и синим, темно-синим. До сих пор ходят легенды и обсуждения, по какому признаку футболки выдаются того или иного цвета. Самое правдоподобное, что темные получают иногородние. И хотя хочется одеться именно в футболку того города, где бежишь, надо сказать, что в жаркую погоду синяя футболка очень сильно влияет на теплообмен и делает часто просто невозможным бежать в ней. С другой стороны, из положительных тенденций некоторые города наконец-то стали использовать стилизованные народные узоры. Получилось отлично, я считаю. Ну и о мифологии. Куда же без нее. Первый раз, когда я увидел эту девушку, она просто стояла и готовилась к забегу. Я не могу точно сказать, что такого в ней было особенного, я не смог бы это как-то указать. Понятно, что молодая, понятно, что спортивно выглядящая, все такое, но что-то было в ней особенное. Такое, что выделяло ее из толпы, и она была не похожа на моделей. Там много моделей. Кстати говоря, модели так себе бегают. Доведется побегать с ними, увидите сами. Что-то в ней было особенное. Она чем-то выделялась, просто как она стояла. По-моему, я даже выделил ее со спины. Я обратил внимание на нее, и думаю, надо посмотреть, как она будет бежать. Это должно быть что-то необычное. Когда позже она прибежала первой на своей дистанции, по-моему, в тот день это было 3 километра. Я, в общем, не сильно удивился, уже потом, зайдя на сайт и посмотрев, кто это, и увидев награждение, местная ярославская восходящая звезда юношеского, а теперь уже и взрослого спорта. Зовут ее Полина Тараканова. Она специализируется по бегу и по горному бегу. Думаю, что ее ожидает большое будущее. Надеюсь, что мы услышим о ней и на международных соревнованиях. До сих пор она бегала только в Ярославле на этой серии. К большому сожалению, в Москве я так завозился с переодеваниями детей и тем, чтобы не опоздать на собственный старт. Уже после завершения забега узнал, что она не только участвовала в Москве, но еще и победила в абсолютном зачете на 10 километрах. Всяческие поздравления. Что это такое, что выделял ее из общей толпы еще до того, как я увидел ее на бегу? Я думаю, что узнал. Я заподозрил, что я узнал, кто это. Но усомнился и решил посмотреть. И я не ошибся. Это Артемида. Понятное дело, что на спортивном соревновании все женщины немножко Артемиды, но в этой девушке Артемиды было в десятки раз больше, чем в любой другой девушке там. Я не смогу описать, как это видно, но это видно. Я достаточно опытный человек, чтобы различать проекцию Артемиды с реальной живой девушкой. Я их не путаю. Одно из семи чудес света был как раз храм Артемиды в Эфесе. Артемида – очень непростой архетип и, мягко говоря, не самый безопасный. Почтительное расстояние. Вот что тут требуется. Реальной девушке вся наша команда желает большого спортивного будущего, и теперь мы будем болеть совместно. Вся моя команда знает теперь, кто это, знает, как она выглядит. Будем рады снова побегать вместе. Это прекрасный пример для наших девчонок, что самых маленьких, что самых взрослых. Удачи! Дорогие девушки, кто хочет почувствовать себя немножко Артемидой или Дианой, начните с того, что пробегите трешку, хотя бы на уровне норм ГТО. Если проект «Бегом по Золотому кольцу» продолжит свое существование, то новая глава откроется 1 мая в городе Тутаеве, который больше будет не Тутаев, а Романов-Борисоглебск. Будем надеяться, там побежим и со всеми вами. Надеемся, что и новые города прибавятся в список. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин